Всем привет! В этом видео я покажу как прошить биос сторонней прошивкой, для чего это может быть нужно, где скачать подходящую прошивку и что делать, если для вашей материнской платы нет подходящей прошивки. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Уже несколько лет назад китайские торговые площадки, а со временем и наши, захлестнула волна поддержанных серверных процессоров Intel Xeon. Отслужив отведенный срок, эти чипы были списаны из дата-центров и скуплены за копейки предприимчивыми китайцами. Как оказалось, домашний сокет 775 почти идентичен серверному 771. Разница лишь в двух контактах, которые легко поменять местами. Более новые модели для сокетов 1366 и 1155 тоже можно заставить работать в домашних материнках. Поэтому серверные БУ-чипы стали популярными. Именно для этих целей может понадобиться сторонняя прошивка. Чтобы добавить BIOS в микрокод нужного нам процессора. Инструкция о том, как прошить BIOS стандартной прошивкой уже есть у нас на канале. Ссылку на видео вы найдете в описании. А вот как прошить его сторонней прошивкой мы сейчас разберем. Прежде чем приступать к прошивке, хочу обратить ваше внимание на следующее. Все изменения в прошивке BIOS вы делаете на свой страх и риск. При ошибке материнской плата может прийти в негодность, которую не удастся восстановить. Размер файла оригинальной прошивки и измененного варианта должны совпадать до байта. Если вы смотрите это видео, то скорее всего, вы уже подобрали процессор под вашу материнскую плату. И о совместимости и поддерживающих типсетах я говорить не буду. Итак, продолжим процесс прошивки. Для прошивки вам понадобится модифицированная версия BIOS, соответствующая вашей модели материнской платы. Прошивку вы можете найти в интернете. В описании я оставлю несколько источников, где вы можете поискать для вашей конкретной модели. Итак, ищем прошивку. Здесь нужно быть внимательным и подобрать прошивку точно по модели вашей материнской платы, вплоть до последней цифры и буквы. Так как несоответствующая прошивка может угробить вашу плату. Скачав прошивку, в итоге вы получите архив с файлами внутри. Распаковываем архив. Далее есть несколько вариантов прошивки. Стандартный через встроенный модуль обновления в самом BIOS, который имеется не во всех платах. Для этого нужно скопировать файлы прошивки на флешку, но прежде ее нужно отформатировать в FAT32. Загрузиться с флешки, найти пункт меню в BIOS и начать установку. Второй способ с помощью загрузочной флешки с MS-DOS. И третий с помощью фирменной утилиты материнской платы. Самые безопасные это первых два способа. В некоторых случаях можно просто скопировать файлы прошивки на флешку, перезагрузить ПК и при загрузке нажать F12 или другую соответствующую клавишу для выбора загрузки, выбрать USB, после чего должна начаться установка. Если загрузиться с флешки таким способом не удалось, нужно будет создать загрузочную флешку с DOS. Для этого используемся всем известной программой Rufus. Вставляем флешку в компьютер. Выбираем FreeDOS, MBR Partition И ниже выбираем файловую систему FAT32. Жмем Start. После чего флешка будет отформатирована под DOS. Вы увидите предупреждение, что все данные на ней будут удалены. На отформатированную флешку копируем программу прошивальщик, к примеру, AFUDOS и файл прошивки. AFUDOS это программа для перепрошивки BIOS материнских плат, как сами BIOS. Перезагружаем ПК. Сбрасываем BIOS. Подсоединяем нашу флешку. Нажимаем Alt плюс F8 для загрузки в DOS. В командной строке сначала прописываем имя нашей программы прошивальщика и через пробел название файла BIOSа. Нажимаем Enter. И еще раз Enter для продолжения. Ждем окончания прошивки. Вот и все, BIOS прошит. Загружаем ПК и проверяем работу. А с помощью программы CPU-Z смотрим, видит ли система наш процессор. На этом процесс прошивки окончен. Но что же делать, если модифицированную прошивку найти не удалось? Прошивку можно модифицировать самостоятельно. Если все сделать правильно, этот способ будет даже безопаснее, нежели устанавливать готовую. Так как вы в любом случае скачаете оригинальную прошивку с сайта производителя материнской платы. А это гарантирует наличие последней версии и отсутствие ошибок. При скачивании готового варианта со сторонних ресурсов вы можете получить кривую версию и убить BIOS. Итак, переходим на сайт производителя нашей материнской платы и ищем здесь нашу прошивку по номеру на плате. Качаем последнюю версию. Если у вас на компьютере стоит последняя версия BIOS, вы предварительно можете оценить наличие микрокодов процессоров. С помощью утилиты Universal BIOS Backup Toolkit создайте Backup BIOS. Для этого запустите программу и нажмите Read. Дождитесь окончания процесса и нажмите OK. А затем Backup. Укажите путь для сохранения файла и нажмите Сохранить. Для просмотра содержимого полученного ROM файла воспользуйтесь программой AmiBCP. Вкладка BIOS Futures MicroCode ID Для модификации, помимо последней версии BIOS, нам еще понадобится программа MMTool и микрокоды, которые нам нужно добавить. Распаковываем архив с микрокодами и оставляем из файлов с расширением BIN только те файлы, начало которых совпадает с CPU ID вашего компьютера. Посмотреть CPU ID можно в AIDA64 Вкладка Компьютер Разгон Версия CPU ID Если ваш BIOS в формате .exe, сначала вам нужно будет распаковать его с помощью архиватора, к примеру 7-zip. Затем найдите файл, который заканчивается на BIN, ROM или возможно что-то еще, например число. Если вы шьете BIOS LGA775, он имеет размер около 1024 кб. Поэтому ищите файл такого размера. Вы также можете попробовать открыть файл MMTool. Если это не тот файл, MMTool сообщит вам. Запускаем MMTool, жмем кнопку LuaDrom и загружаем программу в последний BIOS для вашей платы. Если у вас самый новый BIOS, то с помощью утилиты Backup BIOS можно создать бэкап и править его. И следующий шаг Загрузка микрокодов для Xeon BIOS материнской платы. Запускаем MC Extractor и смотрим какие микрокоды у нас установлены и какие уже не работают. Скачаем свежие микрокоды. Заходим в папку MC Extractor. Там после анализа должна появиться директория Intel. Удаляем все древние микрокоды, помечены красным. No. И на их место копируем новые. Теперь добавим поддержку Xeon. Здесь в зависимости от процессора нужно выбрать соответствующие микрокоды. В моем случае файл называется так. Где следующее название это CPU ID процессора. А плат 44 платформа LGA771 Копируем файл папку. В программе MMTool удаляем все старые микрокоды. Делитый патч дата и заменяем новыми Insert Patch Data. После каждой операции не забываем нажать кнопку Apply. Теперь осталось лишь прошить BIOS. А как это сделать я уже говорил ранее. После прошивки модифицированным BIOSом компьютер должен увидеть процессор. В некоторых случаях материнская плата прошивается только программатором. Программатор нужен для BIOS'ов, который дополнительно позволяет править тайминги и гнать память до 2133 МГц. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.